Практическая психология Через вас я узнала, что такое вообще детская психология И за это вам огромное спасибо Давайте посмотрим на ситуацию Конфликты с ребёнком возникают в любой ситуации, в любой семье И часто причинами этих самых конфликтов является как раз неумение уважать ребёнка Я с вами абсолютно согласна, потому что уважение Очень интересное, глубокое понятие, в которое мы иногда вкладываем Ну, каждый вкладывает свой смысл Если спросить, а что мы понимаем под уважением? И, например, к уважению можно подойти, начиная с такого сравнения Вот уважение, противоположное слово, это равнодушие Так ведь? Да Кто, вот смотрите, кто не ценит свою мебель Вот я сейчас начну даже не о детях, а о материальных вещах Кто не ценит свою мебель, тот портит её Царапает Вот очень часто я вижу, например, в институте, когда мебель исписана Жвачка, да, приклеена Приклеена и так далее Если мы не ценим мебель, мы не ценим материальные ценности Можно провести такой дальше пример А кто не любит свою работу? Вот человек, который не любит свою работу, он относится к ней равнодушно Ему всё равно, сколько он времени там на ней, ему бы побыстрее сделать Ему бы побыстрее сделать её, минимум усилий И наоборот, человек, который ценит свою работу, он вкладывает всю душу Он в ней живёт, он хочет о ней говорить, он хочет что-то сделать Вот это как бы немного такие материальные вещи Но если мы их перенесём на детей, на жизненные отношения То есть вот равнодушие, оно начинается даже не в отношениях, а в отношении к работе, к вещам И, соответственно, мы потом переносим это на отношения людей Почему? Потому что человек равнодушный, он и воспитывает ребёнка равнодушным Ему всё равно, ну, поел там хорошо, сытый, слава богу, не умирает Играет, купили игрушку, играй, что тебе надо И вот это равнодушие воспитывается в детях Потому что человек неравнодушный, человек, который уважает других Это человек, который испытывает особое счастье Счастье посвятить себя другим, посвятить себя ребёнку Вот смотрите, слово посвятить не просто отдаться и говорить Вот я для него всё сделала, кусок хлеба ему давала, а он там нет Нет, а вот именно посвятить себя ребёнку так, чтобы вот эти усилия Привели к тому, что в этом ребёнке проявляется любовь к другим людям Уважение, желание общаться с родителями и с другими людьми И вот это уважение очень интересно заслужить, да, говорят И у меня второй вопрос Оправда ли, что уважение надо заслужить? Вот как вы, Надежда, считаете? Вот для меня это какой-то прямо диссонанс Потому что мне так кажется, что изначально ребёнок, появившийся в твоей семье Это уже личность, которая априори уважаема Потому что иначе ты, получается, уважаешь ли себя Ведь это часть тебя, да? Абсолютно, абсолютно И мы действительно вот об этом уважении Мы очень часто говорим, когда ребёнок уже вырос Хотя, смотрите, уважение – это понятие социальное То есть связано с социализацией Вот, в том-то и дело, что ведь мы часто слышим Например, особенно это от мужчин можно было, от папы слышать Я буду тебя уважать, когда ты Недаром у русских, знаете, ходит такой, как анекдот Ты меня уважаешь в определённой ситуации, да? Вот, понимаете, вот это слово очень-очень важное Да, и родители говорят, ты нас не уважаешь Вот когда ребёнок становится постарше Но ведь это уважение, оно не заслуживается Оно воспитывается Вот прямо с рождения Вот, слышу вас, да? Прямо с рождения Каким образом, да? То есть вот сейчас мне слушатели, например, скажут Пошаговую инструкцию нам, пожалуйста Как это так? Уважать своего собственного ребёнка Но мне кажется, что, наверное, опять-таки Это вопрос сначала к себе То есть если мы уважаем Я уважаю мужа, муж уважает меня То нам, в общем-то, не составит труда Уважительно относиться к этому маленькому существу Который появился в нашей семье Вопрос, конечно, очень сложный Это уважение, оно возникает ещё, наверное, до того Как молодые люди вступают в брак До того, как ребёнка родить, да? Вот есть интересные моменты Но речь не об этом А мы как бы начнём как раз Вот с чего начинается Во-первых, вот это уважение Оно воспитывается самой матерью Самим отцом уже действительно С раннего возраста Что делает мама Ну, когда ребёнок родился Кормит, моет, воспитывает Любит, ласкает, ругает Наказывает Контролирует Контролирует Ведь недаром, начиная с 7 месяцев Возникает такое качество Как привязанность матери ребёнка И вот эта привязанность Она формирует На основе, наверное, вот этих биологических Инстинктов Потребностей Потребностей, да? То есть ребёнка обслужить Иногда Женщина настолько в это Вот погружается Что, конечно, и устаётся Сердится И такое воспитывается Знаете, говорят Что, я монстр, что ли? В то время как папа Это праздник Да Почему? Потому что Папа, как правило, что делает Как играть с детьми? Он их подкидывает Он возит их на спине Катает на ноге Хотя это редко Встаёт вопрос Где такие папы? Да Есть такие папы И поэтому Есть такие папы И поэтому папа праздник И вот здесь начинается конфликт Когда, например, надо наказать ребёнка Тогда жена говорит Почему я? Или папа Папа так уходит И говорит Разберитесь сами Разберитесь сами Да Накажите Получается, что мама монстр Ребёнок видит эти отношения И вот изначально Вот это общение О котором мы хотим говорить И мы тогда издалека начали Оно зависит В первую очередь От тех отношений Того уважения И общения Которое складывается Между отцом и матерью Вот если они находят общий язык Если они уважают Никто никого не переделывает Как часто у нас бывает Перевоспитывают Вначале папу хотят перевоспитать Потом ребёнка И Чтобы и тот, и тот был очень удобным Конечно Конечно, да Сказал сидеть, сидит Да Сказал иди, идёт Сказал учиться, учись И понимаете Вот ситуация такая складывается Что Нет уважения Не умеет общаться Ребёнок это наблюдает И соответственно Поскольку он играет Развивается Мы уже говорили ранее об этом Поскольку ребёнок развивается Он отыгрывает В играх как раз Вот тот процесс общения Который происходит между родителями В семье В которой он видит Абсолютно Я всегда говорю Хотите посмотреть Как вы общаетесь Посмотрите Как ребёнок играет с игрушками Вы сразу всё увидите Но это вот один момент Такой Давайте научимся взаимодействовать Между собой Прежде чем говорить О воспитании ребёнка Давайте уважать друг друга Уважать интересы Уважать Личностные качества Уважать родственников Потому что Ребёнок-то это всё слышит И дальше он Трансформирует это всё В свою жизнь Получается, что Уважение Начинается с самого рождения А вот особо сильно У нас чувствуется Вот это состояние напряжения Это вот впервые Это, наверное, Как раз в трёхлетнем кризисе Когда ребёнок уже Прямо раскачивает Во-первых Пробует границы родителей И простраивает даже В какой-то степени Свои собственные границы Тут не настолько, наверное Он чувствует эти границы Насколько он заявляет Я не хочу больше с вами Общаться так Как общался до трёх лет Когда вы мне взяли за руку Надели на меня штанишки Покормили ложкой И он говорит Я сам Он бунтует Я хочу по-другому общаться Он, конечно, не умеет это делать Но он встаёт на другую ступеньку И говорит Общайтесь со мной по-другому Уважайте меня А для уважения я заявляю Нет, у меня есть своя точка зрения Я не хочу Даже если Не буду Не буду Даже если я не могу кататься На этой горке И у меня уже сосульки под носом Но я это делаю Не потому что Не хочу Не потому что А потому что я это против Того, что вы сказали Идём домой Вот так Вот давайте прямо Опустимся на такой бытовой уровень Да Итак, вот семья Где есть дети И эти дети изо дня в день Как говорится Садятся за стол И кушают с родителями Да И что мы часто видим И часто видим такую картину Когда у нас Практически у всех Телевизор Стол накрытый И семья Да Хорошо, если семья садится Это вообще хорошо Потому что Еда Это, вы знаете Ведь особая традиция Это особый Ритуал Потому что Это и труд И любовь И Забота И релакс Да То есть Говорить можно очень много И что получается Что когда все садятся И работает телевизор Мы не получаем Мы не видим Замечаем труд Который вложен мамой Мы не получаем релакс Потому что Не расслабляемся Потому что Смотрите Не можем сконцентрироваться На чём-то одном Не слышим Что говорят по телевизору Не чувствуем Что едим И не вникаем в то Что говорят за столом Получается некая такая поверхность Даже не участвуем Иногда не участвуем Иногда не участвуем Выключенность Классический такой вопрос Ну Как дела у всех А как дела Вот я всегда родителям говорю Ну Задайте себе вопрос Вот вы заходите И кто-то вам говорит Как дела И вопрос О чём хотите спросить Да Какая область вас интересует Вот этот вопрос Кинут И ради чего Он кинут сюда Здесь И конечно же За столом Хотелось бы Чтобы общались Трудно нам отказаться От этого Ну вот смотрите То есть получается Что в принципе Да Мы сейчас с вами Нашим слушателем Говорим Что телевизор Это зло Да И в процессе В процессе Когда вы принимаете пищу Да Это должно быть исключено Но это правильно Ну Радикально Наверное Так бы не заявила Телевизор Зло Но в данной ситуации Да В данной ситуации Да Потому что Не понимаешь И ребёнок Он получается С детства Не чувствует Не бывает в контакте С собой Он Мало того Что есть даже исследование Когда например Дети которые Кушают И в это время Отвлекаются На какие-то гаджеты Или на это же телевидение То у них Возникает Как раз Вот эта часть Зависимой личности То есть зависеть От чего-либо Некоторые засыпают Под телевизор Некоторые Едят Под телевизор Кстати Вот вы сказали Интересную вещь Да Едят под телевизор Спят под телевизор Так вот Чтобы этого не было Вообще так Рекомендуют Некоторые психологи Ну Найдите 5-10 минут Перед тем Как садиться за стол Релакснуть Полежать Да Отдохнуть Сесть за стол Уже свеженько И можно было бы Не растрёпанное Когда мы тут и готовим Бегаем Накрываем Сели На ходу едим Вот А именно Отдохнувши Релакснувши Такое Можно было бы поговорить Понимаю Но при этом Выключить телевизор Хорошо Итак Мы На своём собственном примере Детям показываем Что значит Правильная традиция Что значит Уважительное отношение К себе Даже к моменту трапезы Да Вот я хочу перебить Надежда Такой пример Сразу Вот Иногда Родители Не знают действительно О чём общаться Мама Приходит из магазина Приносит полные сумки Вся такая уставшая Навьюченная Ставит сумки И начинает бунчать И у меня вопрос А как часто Вы Ребёнку нет Говорим Возьми-ка хоть сумки Ну взял Ну отнёс Ну ушёл А пробовали вы Разложить эту сумку И с восхищением Рассказать А вот это купили Вот это одно Это другое Это конечно может быть Смешно для взрослого Но для ребёнка Дошкольника Для ребёнка Начальной школы Это будет и познавательно И интересно А с другой стороны Вот вам и общение Вы сразу начнёте Воспитывать Экономическое Экономическое такое Воспитание ребёнку Когда вы говорите Да Вот это стоит столько А ты знаешь Так здорово Я купила Потому что в этом магазине Это стоило намного дороже Это не мещанство Понимаете Мы учим ребёнка Анализу Мы учим ребёнка Сопоставлять Да Сравнивать цены И учим Интересоваться Что да Можно купить Вот в одном магазине Одно А в другом магазине Это же Но по другой цене То есть Ребёнок Мы погружаем ребёнка В ту жизнь В которой проживаем Мы сами Конечно Тем самым Мы убиваем сразу Двух зайцев Во-первых Мы его готовим В будущей жизни Следующий момент Мы ему даём знания Где что стоит Потому что Спросите своих детей Предположим Лет 7-8 А сколько стоит хлеб Например Да Они так потеряются Ну не все дети Конечно Тот кто ходит Конечно скажет Но многие ведь не знают А теперь сравните Мы были маленькие Мы чётко знали Сколько стоит Бутылка молока И хлеб Может быть потому что У нас не так часто Менялись цены Как это происходит Сейчас В настоящее время А с другой стороны Опять таки Вот вы сейчас сказали И ребёнок будет понимать А есть ли дома финансы Чтобы купить Потому что цены так меняются Что мы не можем Что-то позволить Вопрос такой интересный Наши дети Привыкли получать И при этом Они не считаются с тем Есть у нас возможности Или нет Я хочу Может быть поэтому Наши дети Не умеют ценить Вот очень часто я слышу Дети не умеют ценить Так может быть Как раз вот с этой сумки И начать ребёнка готовить Рассказывать И показывать На примере Вот оно общение Да это бытовое А что бы вы хотели Вы хотели бы всегда Говорить о высоком Ну кстати про высокое Да вот смотрите Вы наверное тоже В жизни встречаетесь Что например Пока ребёнок там сидит Где-то даже Перед консультацией к вам Да Ему что даёт Чтобы он не бегал Не прыгал Да У нас же надо удобно Чтобы были дети Вот тебе телефон Там посиди Поиграй Очень часто Вот веду частные приёмы В медицинском центре Детей приводят И ситуация Иногда мне надо Перед приёмом Поговорить с родителями То есть чтобы ребёнок Не слышал О чём родитель хочет Пожаловаться Как правило Я прошу ребёнка Посидеть в коридоре Иногда использую Раскраски Иногда Если ребёнок Школьник Он уже не хочет Раскрашивать Мама Так Ну возьми телефон Знаете За последние несколько лет Я ни разу не видела Чтобы сказали Возьми книгу Я понимаю Вы сейчас можете Похихикать Сказать Оксана Ленина Мы уже давно ушли Сейчас книга в телефоне Но как правило Я не слышала Возьми книгу в телефоне И почитай Откро Как правило Это игры Игры не есть плохо Я всегда говорю Игры не есть плохо Это тоже определённый релакс Это определённая защита Или развитие Потому что сейчас есть игры Которые развивают Например Стратегическое мышление Ещё какие-то вещи Даже простые шарики Которые надо перекидывать Надо подумать Как состоять так Чтобы ты за маленькое количество ходов В общем-то Выиграл Дело не в этом Дело в том Что Мы иногда бездумно Возьми телефон И займись То есть На тебе игрушку И займись чем хочешь Вот на этот момент А детям В таком возрасте Важно Когда мы даём Какой-то ориентир Какую-то траекторию Их развития Прорисовываем Мы это говорим Проговариваем Вместе с ними Что я бы хотела Чтобы ты Не просто Вот сейчас Например Потратил На эту ерунду Время А чтобы ты сделал Обрёл новый навык Узнал какие-то Новые знания Абсолютно правильно И вот эти знания Можно же получать Вы знаете Студии дополнительного образования Хороши У нас есть Реклама не будет Но есть хорошие студии Которые работают Много лет Где есть прекрасные руководители Так и СУС срывается Только смотрите Только нужно понимать Что опять-таки Родители что делают Мы перекладываем Ответственность Привели Отправили ребёночка Четыре занятия Занимался Всё Встряхнули Пошли в следующую секцию Это бегом И ведь можно Совершенно по-другому общаться Когда вы иногда Не торопитесь Даже если торопитесь Присядьте на курточке Но рассмотрите Что вот Под ногами Под ногами Много интересного Иногда можно В городе увидеть муравья И удивиться Как это так Среди асфальта Муравей пробегают Я сейчас конечно говорю Не о ребёнке Школьники Я говорю о ребёнке Дошкольники Правда? Много вещей Которые мы Я не знаю Замечали ли родители Что например На перекрёстках Растут деревья с капом И рассказать ребёнку Что такое кап Хотя многие Наверное Сами не знают Мне довелось Наблюдать за капом На одном из деревьев Когда я работала В детском саду Знаете Этот кап Менялся Он был Походил То в зависимости От настроения То на доброго гнома То на злую Вот какую-то Может не яга Но злую И вот Когда вы ходите И замечаете Говорите А смотри Как кап у нас Сегодня изменил настроение Наверное Что-то случилось Я уж не говорю о том Что когда мы торопимся Мы заглядываем на небо Да Я не говорю о том Что Когда мы Находимся где-то На берегу реки Или Ну Водоёма Мы можем Мы опять-таки Ребёнок Собирается Сам камушки Играет Но мы не говорим Возьми камушки домой Вспомните Как собирали Я не знаю Собирали ли вы Но в детстве Всё подобранное На улице Пригождалось Да Всё это складывалось В карманы И в карманах Можно было найти Такой материал Для развития Понимаете И это А что ты сегодня В кармане притащил Не кричать Опять полные карманы Что ты из карманов Сегодня принёс Рассмотреть А что из этого Можно сделать Оксана Леонидовна А скажите Вот давайте мы С вами сейчас Проговорим про то Что очень часто Родители говорят Что я например Ребёнку сказал Вот это хорошо А вот это плохо Всё равно родитель Так или иначе Даёт какой-то Оценочный фактор То есть поступком Действием Работе Ребёнку И ребёнок Воспринимает критику Всегда так Очень болезненно Вот у него там Внутри Особенно у этих Уже Ребята Которые Проживают Определённые Свои кризисы Внутреннее напряжение Они уже готовы Тебе тут же Сдачу сдать Сказать Какие-то слова Которые Родители Не готов услышать В свой адрес Как правильно Как правильно Вот здесь Выстраивать отношения С ребёнком Во-первых Хочу опять-таки Начать разговор С того Что сказать Что есть хорошо А что есть плохо Маяковский Спасибо Маяковскому Кроха Сын пришёл к отцу И спросил Кроха Вопрос в другом А что есть хорошо А что есть плохо Есть некая Дихотемия Любое явление Имеет И хорошо И плохо Надежда Конфету съесть Это хорошо Или плохо Ну для меня Плохо Я скажу Хорошо Потому что Это сахар Потому что Это Удовольствие В какой-то момент Я научилась Заменять конфеты На более полезные продукты Хорошо Согласна Полезные продукты Вот можно назвать Что вы меняете Да Я например Манго очень люблю Сушёный Который Вяленый такой Там всевозможные Я вам скажу Манго это хорошо А цена на манго Это плохо А это плохо Понимаете То есть Ребёнка Надо во-первых Показывать Что есть хорошо Что в любом явлении Есть хорошо И плохо Ты получил Двойку Школа С одной стороны Это плохо Ты своё статусное лицо Где-то теряешь Среди одноклассников Хорошую фразу Надо запомнить Статусное лицо Теряешь А с другой стороны Это хорошо Это Наука тебе на будущее Тебе Потому что Тебе стыдно Тебе обидно Ну так есть повод А не так А ты там двойку получил И начинается То есть Есть хорошо А есть плохо То есть Любую ситуацию Мы рассматриваем Да Вот в это С обоих сторон Во-первых Во-вторых Мне очень нравится Я по крайней мере Когда я освоила Сама этот инструментарий Я пытаюсь Разговаривать с ребёнком Не критикуя его самого Недавно смотрели Со студентами фильм Одарённый Прекрасный фильм Вообще рекомендую Родителям Кстати Посмотрите этот фильм Вместе Причём Ну Мы со студентами Смотрим Останавливаем И прямо обсуждаем И там Семьлетняя девочка Одарённая девочка С математическими Способностями Придя в первый класс Ей школа не понравилась Она начала возмущаться И сказала Позвоните Фрэнку Своему дядю Чтобы он Меня забрал И она Это очень громко Сказала Директору школы Естественно Её наказали И Фрэнк ей говорит Ты наказана Не за то Что ты Сказала эту фразу А за то Что ты её громко Сказала И дальше Такой интересный момент Он говорит Я сегодня зашёл В интернет Посмотрел Как ты думаешь Смотрите фразу Как ты думаешь Сколько детей Кричит на директора Школы Она говорит Немного И он отвечает Ни одного Понимаете Классная фраза То есть Вот он ей показывает И разговаривает Как со взрослой Это опять-таки Про уважение Личности Вот мы возвращаемся К уважению Уважает ребёнка Я уважаю твою точку зрения Но ты не права Хорошо Давайте мы с вами Попробуем Сориентировать Наших слушателей Что можно ещё посмотреть Вообще много книг написано Про то Как правильно Общаться с детьми Как правильно С ними Разговаривать Что мы можем порекомендовать Я хотела До книг Немножечко Да, конечно До книг Сказать О общении С детьми Которые поступают В школу Всё-таки Я больше На дошкольников Ориентируюсь Очень часто Когда ребёнок Идёт в школу Родители Ориентируются На его Интеллектуальную Готовность То есть Подготовить Так Чтобы он Показал результаты На тестировании Чтобы попал Хороший класс И очень мало Родителей Которые ориентируются Ещё на одну Такую категорию На один фактор Психологической готовности Как умение общаться Коммуникативные навыки И первое Что мы говорили Что во-первых Вот как ребёнок Общается дома Так он будет общаться Как родители Относятся к другим людям Так он будет Относиться К своему учителю И другим детям И самое интересное Что родители Практически Не рассказывают О том Как Ну рассказывают Какие-то моменты Интересные Но опять-таки Не анализируют Да Я пошёл в школу У меня тоже были Смешные истории Но эти истории Опять-таки С двух сторон Она с одной стороны Была смешная С другой стороны Была поучительная И мы ходили в школу Не для того Потому что там Дают знания Мы хотели Потому что Там были мои друзья Там было интересно Ну это как раз Вот эта сторона Которую говорят Мне эта сторона Должна интересовать Да Но на самом деле Ведь Это же часть жизни Меняется в виду Значимый человек В общении И ребёнка Надо научить Общаться с этим Значимым В школе Самое интересное Я думаю Что мамой Первоклассников Замечали Я этот вопрос Очень часто задаю Мамам первоклассников И говорю А как ваши дети К концу первого класса Говорят Там Маша Петя И Саша Нет Дети первоклассники Очень часто говорят А у нас там Одна девочка А как эту девочку зовут Не знаю Ну там одна девочка Ну Маша Вспоминают То есть начинают Говорить Не Маша А там одна девочка Один мальчик Вот этот момент Как раз говорит Тоже о уважении К другому уже А уважении В общении Ну и если мы говорим О том Что почитать То конечно Очень бы хотелось Вот у меня даже С собой книга Есть Замечательная вещь Искусство уважения Элизабет Лукас Классная вещь Легко читается Интересно Читается очень Она ученица Франкла Значит И психолог Доктор психологических наук И очень просто И доступно говорит А что надо сделать Чтобы уважать детей Отлично Спасибо большое За рекомендации Будем смотреть фильмы Будем читать книги Будем уважать своих детей Будем играть вместе Сейчас очень много Настольных игр Обязательно Потому что Настолка Это и взаимосвязь И в то же время Это хорошее времяпрепровождение Спасибо вам большое Сегодня у меня в гостях Королёва Оксана Леонидовна Детский психолог Кандидат психологических наук И мы говорили о том Как найти общий язык Между взрослыми и детьми Спасибо за интересную Увлекательную программу И до новых встреч Спасибо вам Всех с наступающим Новым годом Удачи Счастья Радости В общении с детьми До свидания До свидания